Всем салют, с вами NightwolfHero и сегодня мы поговорим о Варге, Викернесе и его темной стороне. Убийство, поджоги и неонацизм. История Варгая больше похожа на скандинавскую криминальную драму. Когда юный уроженец Бергена по имени Кристиан Викернес 14 лет услышал песни группы Iron Maiden, это изменило его жизнь. Через год он основал группу с характерным названием Калашников, переименованную впоследствии Урюк Хаи, по названию племени самых жестоких орков из толкиновского властелина колец. Увлечение язычеством и неонацизмом случилось у Викернеса с интересом к экстремальным видам металла. В начале 90-х он подписал контракт с лейбом Dead Like Silence Productions, которым владел гитарист группы Mayhem Эйстейн Ошет, известный как Евронимус. Евронимус был впечатлен демозаписями Викернеса, которые тот записал самостоятельно под названием Бурзум, а также его воззрениями. Они стали друзьями. Викернес вступил в организацию Евронимуса внутренний черный круг Норвегии, ставшую целью уничтожить христианство в стране. В 20 лет основатель Бурзум взялся имя Варг, это по-норвежски Волк. Однако напряженность между ними начала нарастать после того, как Викернес под псевдонимом Граф Гришнак опубликовал в одной из крупнейших газет Норвегии статью «Мы зажгли костры». В тексте он взял на себя ответственность за серию поджогов церквей и за убийство человека в Лилихамере и предупредил, что нападение с его стороны других ненавистников христианства будет продолжаться. Евронимус был вынужден закрыть свой музыкальный магазин «Хельвет» из-за растущего внимания полиции и СМИ после появления статьи. В августе 1993 года между двумя музыкантами произошел ожесточенный спор, который, по мнению некоторых, был результатом борьбы за власть, финансовых разногласий по поводу гонораров за записи Бурзум или недоразумения в связи с поножовщиной в Лилихамере, который устроил барабанщик группы «Имперор» по имени Фауст. Ссора переросла в драку, тело Евронимуса нашли с 23-х живыми ранениями, то есть Викернос отправил к праотцам Евронимуса. Викернос ослался на самооборону, он утверждал, что Евронимус планировал оглушить его электрошокером, связать и замучить до смерти, снимая экзекуции на видео. Оказывается, Викернос не был единственным металлистом, который встал на тропу войны из... Ну, короче, блядь, я, сука, сбился, да похуй, ничего вырезать не буду, так что вам и так сойдет. Короче, Викернос не единственный, кто, короче, с кем рамсил Евронимус. Он начал рамсить еще с басистом Майхомом Некробучером. Некробучер признался, что был на пути к убийству Евронимуса, так как был зол на него за использование изображения товарища по группе Дэд. Это же Пер Ингве, он же Олин. После его самоубийства в 91-м году, в общем, он, короче, на обложку сделал. Короче, вот этот Дэд у них был солист, Евронимус взял и сфоткал его на обложку. Там жесть, там дичь, ребята, там мозги, все. Это сейчас обложка альбома у них. Выкладывать не буду, потому что особо впечатлителем такое смотреть нельзя. Да и Ютубчик заблокирует мое видео и отошлет меня на три буквы. Викернос отсидел 15 лет за убийство своего товарища по блэк металу и поджог трех церквей. Был освобожден в 2009 году, отбывая срок, он записал несколько причудливых альбомов на синтезаторе. Других инструментов заключенному не полагалось. Присоединился к неонацистскому норвежскому языческому фронту и начал вести неонацистский блог из-за решетки. Кстати, у него много страниц. У Варга Викернесса на Ютубе было много каналов. Они все сейчас забанены. Какие-то фанки есть. Там кто по фану, типа, нарезки как-то остались. Вырезает и вставляет уже на русском. Молодцы, молодцы, ребята. Он также был один из поручителей манифеста норвежского террориста Андерса Брейвика. Однако судил Брейвика за его крестьянские взгляды и заявил, что тот должен покончить с собой. Выйдя на свободу, Викернесс не изменил себе. А в 2013 году он и его супруга были арестованы во Франции по подозрению в планировании террористических актов. Жена зачем-то купила четыре винтовки. Они были освобождены из-за отсутствия улик. На несколько месяцев спустя Викернесса признали виновным в разжигании расы в ненависти к мусульманам, евреям и приговорен к шести месяцам условно и штрафу. И напоследок еще одна странная история про неугомонного Варга. Однажды некий человек по имени Натан попросил с ним в интернете, а, поспорил с ним в интернете на тему, блядь, сука, не хочу я переписывать, сука. Дохуя ошибок, ребята, блядь. Мне впадло что-то делать, короче. Поспорил, короче, с Варгом Натан, там, чел, что Викернесс же водит восточный европейский джип 88-го года. И у них была устроена гонка. Викернесс проиграл и, согласно уговору, отдал Натану единственную копию дебютного компакт-диска Бурзум, когда-то переданную Викернесс самим Евронимусом. В 2019 году Натан продал тот самый диск на дисконс за полторы тысячи долларов. Сейчас лежит у кого-то, наверное, на полке и пылится. Сейчас Варг Викернесс уже никого не режет и не жжет церкви. Мирно пишет статьи, записывает тревожную музыку и рассуждает об исконном язычестве. Кстати, он с большим симпатией относится к славянам, причисляя их к семье европейских народов. Он верен юношеским идеалам и продолжает гнуть свою линию, призывая вернуться туда, в золотое языческое прошлое, хотя уже без откровенного нацизма. Но даже обложка альбома 2002 года, Трайлин Мистерис, как бы намекает на то, что кто водится в Тихом Омуте. Ну, посмотрите на обложку и все поймете. От себя хочу добавить проект Бурзум. Это музыка для одного. То есть вы не включите где-то на вечеринке, где-то, короче, на пати, на работе. И вы не будете тусить на корпоративе под Бурзум. Это реально музыка для одного. Слушайте, вам советую альбом Аске. Он мне офигенно зашел. И альбом Философия. Ну, а с вами был Ночный Волк. Спасибо, что меня дослушали. Кто дослушал до конца, тут молодец. Молоток, ставьте лайки. Ошибки убирать не буду, потому что я святой андеграунд чел. Все, всем бруталити.